Начнем это видео сразу с благодарностей нашим бустерам и людям, которые поддерживают цель ВКонтакте. Спасибо вам большое. Благодаря вам это видео доступно сейчас всем нам. Спасибо вам, друзья. Приступим. Всем привет. Эй, это комикс-братья Игорь Зиненко и Саша Зиненко. Мы создатели комикса «Чистые». Рубрику, которую мы расскажем. Подкаст. Да, я бы сказал, подкаст, но дополнительные материалы. Бонусы с комментариями с DVD. Да. Если вы купили случайным образом DVD комикса «Счастливого конца света», то знаете, да, потому что мы еще такого не делали. А если сделали, то сейчас где-нибудь 2030 год, и мы все летаем на фоне. Итак, друзья, это вторая страница, и мы хотим вам рассказать о том, как она создавалась. Сразу с первых кадров вспоминается, конечно же, то, как я работал над контуром, потому что, если видите, слева прям разошелся вот это все ровненько, аккуратненько, весь этот паркетный пол. Как раз тоже такая вторая страница, она одна была из тех, которые делались на старом компьютере, на который ушло много времени. Первые две страницы быстро. Неверно много стараний. Кстати, в зеркале отражения персонажа. Да. Ты рисовал вручную или копировал? Копировал полно. Тоже как бы быстро нарисовались, кажется, но, наверное, просто... Потому что после них был большой перерыв. Красавчик. Да. Есть вот такие отражения над натуральностью. Пытался создать именно реализм из-за вот таких вот... Потом мы поняли, что это отнимает много времени, и это не совсем нужно. Опять же, я брал... Не в ту сторону. Перо, да. Перо. Ну, казалось, что если ты делаешь реалистичную, то только благодаря этому получится создать погружающую атмосферу. Но, оказалось, дело не в этом. Дело в том, чтобы уметь это правильно создать и не проделывать столько деталей. Брал перо и контуром вот заливал вот эти все полоски. Здесь еще круто нарисованы всякие неровные изгибы, все эти панорамы. Мне кажется, это благодаря играм Runway. Смотри, сколько здесь фотографий. Пендула студии. Да, они привили любовь к таким необычным ракурсам и фонам. И вот эта вот лампа похожа на нашу лампу, которая у нас дома, в нашей комнате. На плавке. На потолке. На плавке, это стена. Эта стена нарисована здесь. Просто нужно было такое вот необычное освещение. Тоже продумывались многие детали. Впервые ты думаешь, а что будет в этих фотографиях? Нужно ли раскрашивать эти фотографии? В итоге просто рисовались какие-то моменты. Вот тарелочки продумывались, узорчики. Слева там домик нарисован. Тоже придумал. А, это они ездили за город. Да, они ездили за город. Вот тут фотография, тут всякие моментики. А у вас есть дома столько фотографий? А у вас есть такой большой дом? Да. Мишура тоже прорисовывалась так долго. Нужно было понять, как правильно нарисовать в этой плоскости. На напечатанной странице вы этого не заметите. Хотя, если у вас цифровая версия, вы это увидите. Вот эта вот рамочка выглядит, как какое-то письмо сейчас смотрится. Очень рамочка типа фотографии сверху непропорционально очень нарисована. Сейчас вижу это. Но вот это вот так, да. И тоже думаешь о том, что вот он идет, оставляя следы от снега. Вот что он идет без портфеля. Ага, я забыл, там он портфель где-то оставил сверху. Да, надо оставить. Он идет к двери, открывает. Опять же, были сложности с тем, чтобы правильно нарисовать, раскрасить. Да, вот фотография. Рубочки, смотрите, идеально все нарисовано. Смотрите. Да, сколько мы уже нарисовали. Также раскрасить эту ткань. Потому что тоже прошло, по-моему, с первой страницы немало времени. Опять же, был перерыв. Надо было нарисовать так же в объеме. Но и хотелось сделать переход уже к более упрощенному стилю. Поэтому здесь такое что-то среднее получилось между тем и тем. И опять же, а он только пришел с мороза. Давайте сделаем ему красные щеки и красный нос. Холодно, возможно. И нужно было его сделать так же похожим на предыдущего. Хотя там он был виден только со спины практически. Вот так прорисовывалось сюрпризу. Это, наверное... Я помню, что этот кадр был самым поворотным из всех на первых стадиях. Потому что Игорь прорисовал ее во всех деталях. Все эти шкафчики, пластинки. Посмотрите, сколько потрясающих... Здесь много деталей. Которые их никто не увидит. Да, и вы их не видите. И когда Игорь все это нарисовал, заморочился. Смотри, сколько здесь деталей. Смотри, сколько на полке. Там была отдельная иллюстрация, которую можно было бы распечатать. Падающие тарелки, смотрите, все видно в шкафах. Но когда мы увидели всю страницу целиком, мы поняли, что никто ничего не увидит. И это вообще не играет никакого значения. И проще просто было обозначить это какими-то силуэтами. Потому что я подумал, что тут все были... Вообще просто в комиксе это, наверное, было бы все черное, кроме окон и, не знаю, елки. Но на свет могут значить. Потому что я думал, а вот они там как... Знаете, как в мультфильмах. Опять же, нас вдохновляли дополнительные материалы к мультфильмам. Но мы не предусмотрели, что там работает куча народу. И мы тоже пытались сделать какой-то такой... Работный в 20 людей. Да, продумывалось. А вот они живут, у них есть там набор пластинок. Что еще может быть, что ты за свою жизнь накапливаешь. Какие-то вещи, подарки, какие-то шкатулки. Вот над камином паровоз. Здесь всякие, если кто-то занимается художеством, значит, тут должны быть какие-то необычные стаканчики, кисточки. Вот приз за какие-то старания, таймер, ракушка. Значит, они были где-то на море. Растения всякие. В общем, много всякой ерунды, на которую вы не обратите внимание. Да. К сожалению, но действительно целая иллюстрация. Держалась внимание, конечно же, монстру девушки. И первоначально он мне был нарисован, как раз я говорил в прошлом видео, что первые кадры, первые страницы, которые я рисовал, были как раз... Вот был нарисован вот этот мрагвин. Он выглядел не так. Тут он уже выглядит живее. Как-то более мистический, более загадочный. Да, он более такой сверхъестественный. Вы посмотрите, каким он был до этого. Да, видите, свет, день. Чтобы обозначить, что персонаж открыл дверь и вошел, и его занятил мраги. Также большим испытанием нарисовать и ее. Ее зовут Жанет, если вы помните. На коробке написано в прошлой странице. На коробке? А, ну да. Когда подарок везел. И трудно было ее нарисовать в плоскости, так, чтобы она лежала на полу. Как-то похоже. Но если тем, что она здесь, как персонаж диснеевского мультфильма, так выглядит прям красиво. Похоже, что она, в общем, лежит без дыхания, и как-то ее перекрутило. Что-то в этом роде стул нарисовать было в чельного мороки. Как видите, само вступление комикса было такое довольно мрачное. Хотя мы с самого начала знали, что комикс будет веселым, комедийным. Но нам хотелось показать, что затянуть вас в эту историю какой-то интригой. Да, ну и хотелось показать, что все-таки концы света наступили, и они не были такими веселыми, а стали такими только со временем, когда люди привыкли к ним и стали по-другому относиться, что этот мир изменился с самого начала, с самого первого конца света. Мне кажется, еще эта атмосфера была вдохновлена, да и Мраглин был вдохновлен сверхъестественным. Сверхъестественным. Мы смотрели его, нам нравилась вот эта вся мрачность, темнота, какая-то неизвестность, которая там... И там был, кстати, какой-то такой монстр, который в новогодней рождественской серии лазил. У него кровь в мешке. Лазил. Либо это какой-то... Воровал людей. Мы подумали, было бы здорово обознать, что, в общем, он стал красным из-за жертв. Его считают Дед Морозом, потому что у него там кровь, и она стекает. Вот и такой его обманный ход. И вот опять же, более-менее... Ну, это были такие... Мы пытались как-то оригинально подавать каждую страницу, поэтому мы продумывали вот такие кадры. Моменты, да, чтобы они смотрелись. Эффектно. Вот такой у него зрачок. Но тоже есть различия по сравнению со следующей страницей, где Мраглин еще круче выглядит, как мне кажется. Да, он там еще был? Просто... Да, на следующем... Кушай торт. И здесь также, вот если вы заметите, в его бороде много ягод. Ранее мы придумали с точки. Они просто там растут. Да, я... Усыпляющие ягоды. Да, я уже не понимаю. Да, они были в истории. Я просто историю недавно читал. Эти ягодами он усыплял. Они растут на нем прям... Интересно, ты их перевеснешь налево, там, где мужик стоит. На самом деле, там две были части. Его лицо было нарисовано в одно время, а рука была нарисована в другое время. И я ее подправил, когда уже стал чуть больше разбираться в рисовании рук. А, камер. И да, я ее нарисовал вот так. И, по-моему, даже немножко поглядывал на свою руку, как лучше это изобразить. И мне нравится, как получилась эта пятерня. И вот эффектный кадр с такого IMAX 3D эффектом, когда эти штуки летят на нас. Да. Щупальцы. Кадр, мне кажется, вот как будто бы выходит за край кадра. Мы видим тень, которая выходит. Фициально такой эффект. Мне понравилось и по цветам, как оно получилось. Фиолет. И мы видим тенью, как он душит персонажа в одном кадре. Мы подумали, что так будет намного эффектнее. Вы видите не все. А вы обратили внимание сразу на это? Заметили ли вы это? И вот получилось довольно так красочно. Вторая страница тоже на стареньком компьютере. Мы ее делали, старались. И сейчас я попытаюсь узнать, в каком году это было сделано. Можно посмотреть, как выглядела страница. Потому что в нарисованном варианте, когда мы видим Джанет, она лежит на полу, там была нарисована только рука. Уп, вот она уже сразу с облачками. Видите, как выглядит черновая версия. Такая нет лица у персонажа, зато пометочки есть. Игорь сразу обозначил карандашом линию света. Светильник и было окно. Дверь. Да, как выглядел этот персонаж. В итоге он, вот рука точно видна. Вот как выглядел он, как будто палка. Да, он выглядел, видите, здесь еще потом появилась скатерть, здесь появились стулья. В принципе, так в комиксе бы и так и сразу нарисовалась. Черное было бы нарисовано и можно было бы не палиться. Он более такой человечный здесь мраглин. Вот рука другая, видите, сосисковая какая-то. Это страшно смотреть. Вы-то ужаснее, чем на все остальные смотрите. И более страшный такой какой-то алкаш. Толстый, голова здоровая, в общем, пропорции. Какого числа это было? Это 18.03.2013. То есть, это через... Нет, это уже в следующем году, но уже через несколько месяцев было нарисовано. Март. Март 2013. Сейчас уже не скажешь, когда была раскрашена. Но тогда очень много времени занимал этот процесс. Фотографии, тарелки, зеркала на стене. Я подбирал, что можно туда нарисовать. Вот, двинут назад. Перед ним свет из-за кошка. Вот, то, что падает свет, обозначается. Дело всякие себе пометки, чтобы не забыть, понять, что где обозначается. И вот, смотрите, кадрики. погоди. Я хочу посмотреть венок здесь. Да-да. 4-11. То есть, ты в контуре обвел аж в 11. В конце года. То есть, это так и есть. Возможно, это просто пересохраненная или справленная версия. Видите, это тоже смарт-объект. здесь уже пол выглядит так, как будто бы он зеркальный. Сейчас бы я уже нет никаких зеркал. Не копировал персонажа. Отражение. Сделал бы просто намек на отражение с помощью тени какой-то сплошного силуэта. Потом ты уменьшил персонажа этого, да? Не помню, что так и постался. Вот тоже была пытка сделать его под таким искаженным наклоном. Лестницу обрати внимание. Мне нравится эта лестница. Хочется вот так пробежать по этому коридору, пойти наверх посмотреть, что там. И тут очень длинная гирлянда. Такого числа 21-го 12-го. То есть поступательно. Да, это было 21-го декабря 2014. Через год была вторая страница рисовалась. То есть видите, как возможность представлялась, тогда мы это и делали. К сожалению, тогда она представлялась не всегда. Вот, более крупный кадр. Это уже в 14-м, февраль 14-го. То есть кадр раскрашивался месяц. Рисовался. Это насколько компьютер был тормозной. Насколько наша работа была кропотливой. И наверное уже ненужной такой. Но это был опыт, который был необходим, чтобы понять, что следует делать. У нас не было таких людей, которые бы нам рассказали об этом. Поделились бы опытом, как мы сейчас делимся с вами. Надеюсь, вам это полезно. И вот она страница уже прорисованная. Как видите, тут уже выставленный серый цвет. Да, обозначен свет. Это второе, второе петель. Ну, конечно, обратили, как прорисован шкафчик. Слева шкафчик прорисован не просто, а на нем есть какие-то узоры. Сейчас я пытаюсь не вдаваться в такие дикие подробности. Вот как мы видели. Самый первый. Синий свет и зеркал на оранжевый свет от огня из камина. Ну да, это первое, это на той странице. У меня был еще один, кажется, вариант. И вот он все ровно стоял, Игорь уже впоследствии решил изгалиться и сделать какой-то как будто бы он ест торт. Ну и возможно у кого-то ест, как будто бы ты заходишь и кто-то такой поворачивается. Ну что, неожиданчик? А ты кто? Тоже пытались делиться этими страницами в интернете, чтобы посмотреть. Вот опять же тут уже была обведена 2014-го. Представляете, сколько было времени потрачено просто потому, что компьютер, на компьютере нужно было больше обводить, надо было уделять внимание всем этим деталям и практики было не так уж много. И вот вам уже два года пролетели, а мы работали над второй страницей только. Идем дальше. Рука была отведена, просто я подправил. И это последние кадры из таких раскатровочных. Давай мы вернемся к странице и вернемся в нашу реальность 2020 год в февраль, когда мы записываем эти комментарии и надеемся вам они полезны. Оставляйте кстати, да, свое мнение, оставляйте свои вопросы, комментарии под этим видео, под этим подкастом. Может нам они помогут понять, о чем еще стоит рассказывать в следующих страницах. И может быть вы заметили какие-то аспекты, о которых мы не сказали, поэтому если стесняйтесь, пишите. Да, проясните их. Вот какой страница получилась по итогу. Видите, тут свет из комнаты светит, вот он, вот он, вот он. Цвет это вообще особая тема, пришлось поиграться с различным на контуре, где свет заканчивается, и тут такие дополнительные цвета, чтобы это смотрелось эффектнее и красивее. Мне кажется, прошло два года, когда мы только контуре закончили эту страницу, тут мем Джеки Чана вот это такое, вааааа, напрашивается, что, когда, и только, ну вот, такая была у нас возможность это делать. Просто мы это выделывали как огромные иллюстрации, и немного по-другому подходили к этому процессу, все-таки опыт играет свое значение, и, наверное, хороший учитель тоже играет значение, если есть человек, который подскажет вам, что и как сделать проще и быстрее, на что следует обращать внимание. Но, опять же, практику вам никто не заменит, Игорь рисует каждый день, он любит это дело, и, в общем, он рисует постоянно разных персонажей, разные идеи, которые приходят в голову, везде рисуют, и, не знаю, мне кажется, для тебя это, наверное, уже вторая натура постоянно рисовать, и, если ломка, ничем не занят, тебе хочется рисовать, как для меня, допустим, писать, если я ничем не занят. Ну, да. На этом давай мы завершим, и спасибо всем огромное за внимание, за уделенное время, за то, что ставим. Да, лайкайте и оставляйте комментарии, это был второй выпуск наших бонус-материалов, да, комментариев к комиксу, где мы пытаемся рассказать о самом интересном, обратись по аллее воспоминаний, создание комиксов. В общем, спасибо, друзья, и счастливого конца света, и услышимся, и увидимся в следующей записи, со следующей страницы, страницы 3. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok.